Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Привет! Привет! Ребята, сегодня у нас с вами финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто победит в нашей игре. Вы подошли с равным счетом к финалу, ребята, 38-38, поэтому сегодня вам предстоит упорная борьба, потому что нам все-таки нужно главного специалиста по детской безопасности определить. Готовы продолжить борьбу? Да! Вот это мне нравится, молодцы! Первое наше испытание, как и раньше, будет на скорость, сообразительность и на знание. Вчера мы с вами заканчивали игру загадками, а сегодня я предлагаю начать поразгадывать загадки. Будем? Я вам считаю загадку, а отгадку... Вот она у вас, у каждого на доске. Нужную картинку берете и на скорость приносите мне. Каждый правильный ответ будет стоить две фишки, плюс одна фишка за скорость. Понятно? То есть, кто справится правильно и быстрее, тот получит целых три фишки. Итак, первая загадка. Машенька, да, ты можешь немножко развернуться, потому что тебе неудобно вот так вот, вот так, чтобы быстрее было бежать. Арсений, ты сидишь нормально, у тебя и так там у нас доска ближе. Итак, первая загадка. Просят звери, просят птички, не носи к нам в гости спички, хоть в лесу и много дров, он не место для... Для чего не место? Побежали быстро. Молодцы. Одновременно. Правильно. Не место для чего? Для костров. Для костров. Правильно. Так, скорость одинаковая, поэтому я вам даю по две фишки... Нет, давайте по три, потому что вы так быстро справились, с каждым по три фишки. Быстрее уже, наверное, нельзя было это сделать, поэтому держи, Арсений, каждый из вас по три. Вторая загадка. Что же это за девица? Ни швея, ни мастерица, ничего сама не шьет, а в иголках круглый год. Быстрее. Опять вместе, опять елку мне в ней принести. И снова по три фишки. Снова по три фишки. Дети, мы такими темпами абсолютного победителя не определим. Наверное, вы будете вдвоем. Держи, Арсений. Три. Три. Следующая загадка. Слушай внимательно. Эту травку ты не тронь. Жжется больно, как огонь. Так, на долю секунды вот Арсения рука просто он даже не донес, а дотянулся до меня со своей картинкой. Так, подождите, но вы мне еще не ответили, что это за травка такая волшебная? Что это изображено? Крапива. Это крапива, правильно. Ребятки, по три фишки. Арсений, держи. Я уже здесь сидела. Вы вместе пришли, Арсений. Я же прямо в руки одновременно взяла твою картинку и Машенькину. Итак, ну что, первый конкурс завершен. Давайте посчитаем, сколько фишек вы заработали. Быстренько считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, по девять фишек. Ну, снова одинаковое количество. Ну, молодцы, ребята. Ну что ж, сегодня, ребята, сейчас прямо состоится наша последняя встреча с хорошей знакомой тетей Машей. Тетей Машей, конечно. Она очень много интересного вам сейчас расскажет. Ребята, привет. Здравствуйте. Привет. Я рада нашей новой встрече. Мы уже не раз говорили о всевозможных опасностях, а сегодня мы поговорим об опасности игр на пустырях и неоконченных стройках. Ребята, а вам когда-нибудь приходилось играть в подобных местах? Сейчас. Ох, какие дети. Правильно. Слушаем дальше. Дорогие ребята, категорически запрещается играть на руинах, неоконченных стройках, возле заброшенных домов, сараев, в подвалах и на чердаках. Ребята, а как вы думаете, какая опасность стоится в таких местах? Давайте отвечать по очереди, и за каждый правильный ответ вы сможете заработать по фишке. Судить вас будет тетя Света. Ну что, ребята, какая опасность может подстерегать вот в таких местах, о которых сказала тетя Маша? Машенька, как ты думаешь? Можно упасть и покалечиться. Правильно, Арсений, а ты что-то помнишь? А если пол недостаточно крепкий, и, ну, он вообще не крепкий, если ты можешь провалиться? Да, да, стройка, это вообще дело не шуточное, ни в коем случае. И вообще, ты пораньше вообще, ну, там, головою. Да, Арсений, всякое может быть. По фишке заработали, молодцы. Мы поворачиваемся дальше с тетю Машей, слушаем. Разворачиваемся. Ребята, многие сооружения сделаны из железа или другого прочного материала, а значит, можно получить серьезную травму. Ветхие или непрочные конструкции могут обрушиться. Всегда помните об этом и обходите такие места стороной. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно, победы. Арсений, Мария, наше с вами соревнование уже практически завершено. Буквально через несколько секунд мы узнаем, кто станет победителем. Но еще контрольное испытание на сегодня осталось. Вопросы. Сразу скажу, ребята, что, конечно, вопросы не из простых. Но одно подспорье у вас есть. Ответы на все эти вопросы вы уже слышали в одной из передач, которые у нас с вами были. Поэтому, если вы были внимательны, а я на это надеюсь, то вы ответите на мои вопросы. Итак, за каждый правильный ответ три фишки есть возможность у вас заработать. Это же все-таки финал. Так что соберитесь и давайте определим, наконец, кто же победит в нашей игре. Первый вопрос. Кто начнет, кстати, первым? Кто будет отвечать первым? Маша. Ну, все время был Арсений первым. Ладно, пускай уже уступим даме. Пусть она начнет. Хорошо, Арсений? Так, Мария, первый вопрос для тебя. По какому номеру надо звонить, если вы почувствовали запах газа? Э-э-э... 112. Нет, моя хорошая, молчим. Арсений, может быть, ты запомнил, по какому номеру звоним, если услышали запах газа? 102. Арсений, ну вы прямо меня, ребята, расстроили немножко. 104 номер, по которому нужно звонить. Запоминайте, пожалуйста, 104. Так, не шутим, а запоминаем. Фишки-то у меня остаются. Три, а это финал. Так, внимательны. Слушаем второй вопрос. Арсений, для тебя вопрос. Что нужно делать, если вы в лесу обнаружили неизвестный предмет, похожий на снаряд? Надо позвать на помощь. Но если родителей нет, и у тебя есть телефон, надо звонить в службу безопасности. По каким номерам или по номеру можно позвонить? 104 и 112. Так, 112 согласна. Это действительно, мы попадем в МЧС. А вот 104, это же газовая служба. Причем там у нас... А второй номер, может быть, вспомнишь? В МЧС по какому еще номеру нужно позвонить? 112 и... 103. Нет. 101. Хватит гадать, Арсений. Запоминайте, ребята, 101 и 112. И еще что? Нужно обозначить место, где находишься, чтобы легче было найти. Одессой. Да, да. Итак, Арсений, ответ твой был частично правильным, поэтому я тебе присуждаю не три фишки, а две. Правильно. Так, Мария, твой вопрос сейчас будет звучать для тебя. Слушай внимательно. Финал. Чем опасны песчаные карьеры и почему там нельзя играть? Потому что ты можешь провалиться и может быть хвотик, и ты себя покалечишь. Да. Ты можешь провалиться и песок может... Обсыпаться на тебя. На человека. Правильно, Мария. Песчаные карьеры очень опасны. Тетя Мария об этом говорила. Ты запомнила. Молодец. Три фишечки твои. И последний вопрос. Последний вопрос, Арсений, для тебя. Слушай внимательно. Чем опасны игры на стройках? Расскажи-ка нам, Арсений. На стройках нельзя быть, потому что подъемные краны могут не удержать груз и свалиться. А если у тебя есть каска, и ты под службой родителей, либо других взрослых, то можно ходить на стройку. И если у тебя есть курсия, просто отойди в сторонку и смотри. Да. Только в сопровождении взрослых и в касках. А так на стройку не ногой. Молодец, Арсений. Три фишки твои. Слушайте, я не знаю, как вы, а я вот мы уже закончили с вами играть, но я что-то не уловила. Кто же у нас все-таки победил? У кого больше фишек сегодня? Давайте быстрее считать. Раз, два, три, 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 пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. В упорнейшей борьбе, ребята, вы три дня шли на равных. Вы сегодня шли на равных в первом конкурсе, но в последнем, в последнем конкурсе наш мужчина, Арсений. Все-таки, Мария, у тебя, у слабой девочки, вырвал просто силой победы. У него на две фишки больше, чем у тебя. Арсений, мы тебя поздравляем с победой. Машенька, но ты тоже победительница. Знаешь почему? Потому что в нашей передаче, в нашей программе самое главное – это безопасность, ребята. Ваша и тех, кто с вами находится рядом. А вы после наших передач, я надеюсь, узнали и запомните еще больше, чем знали о безопасности. Да? Я вас поздравляю, ребята, с победой. Ну и сейчас самый ответственный и трогательный момент – это что? Вручение подарков. Итак, та-та-та-та-та-м, подарки прибыли. Это подарок. Так, я вторую сейчас достану. Арсений уже замер и не дышит. Арсений, это твой подарок. Поздравляю тебя. Машенька, это твой. Ребята, я вас поздравляю и жду с нетерпением встречи с нашими новыми участниками. А место остается прежним. Это ваша страна безопасности. До встречи, ребята, в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.